Всем привет! С вами Алиситка из Швейцарии. И сегодня у меня повторный визит китайской медицины, но уже у других специалистов. Прекрасная солнечная погода в Салатурне. Я запланировала сегодня визит, встречу с моим сыном, и заодно покажу вам Салатурн. Вот так вот называется центр. Посмотрим, чем он отличается. О-о-о-о! Короче, сегодня мне делали массаж лица. Сейчас вам расскажу. Вот разные точки акупунктур на ноге. И здесь, вот видите, атлас, меридиан. Меридианы идут через всё тело до ножки. И вот как язык они тут ещё определяют. Здесь описание массажа Туину. Сейчас вам расскажу, как всё прошло. Так, делюсь с вами впечатлениями второго сеанса иглотерапии. Смотрите, какой красивый Салатурн сегодня, где проходит Хессо. Хербстмессе. Это выставка осенняя, где представлены все предприятия кантона Салатурн. Итак, значит, в этот раз точно такая же картина. Одна женщина говорит по-немецки, два врача, мужчина и женщина-гинеколог. Заслуженные китайские врачи, как они представились. Значит, они говорят только по-английски. И вот меня спрашивали, как они получили разрешение на работу. Я могу только догадываться, что они дипломы свои акцептировали на английском языке. Разве что. А переводчика взяли себе по-немецки, чтобы работать с клиентами. Потому что как только я ушла, переводчица тоже ушла. Значит, она там не сидит, и она врачом не является. Так, значит, в этот раз был совершенно другая схема. Меня сначала уложили на живот, и на спине мне поставили иголки только в районе шеи, черепа и правой лопатки. Нет, левой. Левой лопатки. Причём каждая точка, куда он заходил, была очень болезненная. У меня очень всё зажато в районе шеи. И он надавливал сначала на такую вот болезненную точку, и туда потом заходил иголочкой. Вот. Значит, площадь захвата была от основания черепа до лопаток. Вот. Лежала я, наверное, минут 20. Опять-таки накрытая, под тёплой этой лампой магнитной. Потом сняли эти иголки, и опять меня начали судорожно из стороны в сторону кидать. Но благодаря вашим комментариям вы мне объяснили, что китайский массаж именно такой. Я уже не возмущалась. Он такой более агрессивный, можно сказать. Просто как бы вибрации. Вот. Как бы привести меня в чувство, скорее всего. Потом меня перевернули на спину, и уже спереди мне ставили в очень интересных местах иголки. Вот тут носогубные складочки. И это было очень болезненно. Причём я когда говорила, что больно, он говорил, окей-окей, должно быть вот так, должно быть. Значит, вот сюда, вот сюда, вот сюда на голову несколько. И вот между вот этими вот двумя пальцами, вы знаете, это болезненная точка, когда мигрень, энергетическая точка, нужно на ней отдавить, чтобы ушла головная боль. Так вот, когда он туда вогнал иголки, что на одной, на другой руке, это было очень больно. Потом, значит, он в районе пупа две иголочки поставил, и на ступнях две, и под коленями две. То есть не так много, как было в прошлый раз. И все точки были чувствительны. Полежала я ещё чуть-чуть. Потом в конце она зашла, эта женщина-врач, сняла мне иголки, и начала делать такой очень интенсивный массаж лица. Ой, Владюнечка мой идёт. Привет! Бородач! Очень сильно на вот эти точки, на вот эти точки, и потом вот так вот сильно-сильно-сильно за шеей, в основании черепа. Вот, это всё было очень болезненно. Я у неё спросила, это ли массаж туина китайский. Она сказала, нет, это китайский массаж. Вот она нажимала, например, на вот эти точки, очень были болезненные. Ау, на бровях! Вот, вот она на них сначала нажимала, а потом вибрировала. Нажимала, а потом вибрировала. Ну, короче, интересный такой опыт. Но второй термин я пока не назначила. Значит, она мне сказала, что нужно пройти 10 процедур с перерывами. Первые несколько недель, два раза в неделю, потом один раз в неделю, так 10. Потом какой-то перерыв и опять. Значит, страховка оплачивает только 10 процедур. И я ей сказала, что я посмотрю на результат, потому что в прошлый раз, когда мне сделали в четверг акупунктуру, через неделю, в пятницу, у меня был приступ мигрени. Вот. Не знаю, как быстро должно отреагировать организм на вот эту процедуру, поэтому я подожду. Так, мы зашли в строительный магазин. Кстати, кто меня спрашивал, для рукоделия. В больших строительных магазинах есть разные-разные отделы. Видите, и краски, и подделочные материалы. Все эти разные овечья шерсть, всякие штучки для вышивки, наклейки, вязания, разукрашивания камней, бисер. Вот, кто спрашивал меня. Видите, 8,95, маленькая коробочка. Заготовки разные, бусики, нитки для вязания. Так, а нам нужны крепления для штор. Владюнчик купил себе шторы. Так, вот, смотри, шторы здесь. Кстати, кто спрашивал, вот портьеры 46, 95, 67, 95. И вот крепление, Влад, смотри. Это на петли большие, маленькие. Так, смотрим дальше. Это маленькие портьеры. Тебе надо 0,2, я так понимаю. Это широкие. Смотри, это 6 миллиметров, Влад, а тебе надо 2. У меня такие же. Это все 6 миллиметров. Нет, это не подходит. Идем дальше. Вот, вот, смотри. Они обычно отдельно идут. Вот, видишь, надо смотреть, где тут крошечные. Это не те. Пучечки отдельно. Иногда. Так, иду в гости к сыну. Посмотрим, как он устроился. У него живет в очень старинном доме, которому почти 300 лет, в самом центре города. Так. Что здесь? Заодно проверочка, проверочка. Такой небольшой санузел у него с душем. Прихожая. Коллекция его обуви. Боже, до сих пор кровать не пришла, Влад. Это вот это ты купил, да? Бар? Да. Вау, с подсветочкой. Автоматически. Вот, когда закрываешь, не включается. Ага. Слушай, а что это за амаретто? Ликер? Миндальный, да. Миндальный. Любишь ты? А это что? Господи. Это что, из лего? Да, да. Это из лего? Да. Майн гад. Что это? Зачем этот пластик? Так. Рабочее место. И вот сюда он хочет повесить шторы сейчас. Так, и получается, у тебя же здесь тоже типа бара, да? Ну, вот, вот. Опа, опа, опа. Боже. Подушечка какая красивая. Что здесь у тебя? Там серка, двадцать, зеркало. Ага. Ничего себе. Потаная штучка. За двадцать ванках. Вот, видишь, я думала, ты так на кухне сделаешь шторочку. Напротив? Да, я тоже думаю. Я не нашла. А сколько она стоит? Не знаю. Она там, дверякому. Прямо напротив. Вот внизу ресторанчик. И вот прямо центр Салаторна. Нормально. Блин. А мне? Ну, так можно же ее на метр двадцать. А ну, по мере, какой у тебя разем. Слушай, как хорошо пальма разрослась. Как ей тут хорошо. А ты ее не хочешь на пол возле цветка? Ну, а там, возле того окна. А? Солнце, пока там нет. Покажу вам. Вот эта студия называется «Когда одна комната». И здесь у него маленькая кухонька. Значит, тоже все необходимое есть. Маленький холодильник. Здесь плита на двоих. И здесь маленькая духовка с функцией микроволновки. Вот. Тут еще тоже разные. Мы же тебе сковородки передавали. Ты ничего не взял. Разные выдвижные шкафчики. Вот так вот задействовали тоже хорошо подоконник. и здесь еще разные шкафчики. И даже вытяжка есть на такую маленькую плиту. Ого, сколько стаканов! Ты что, вечеринка у тебя была? Нет. Помыл? Посудомойки здесь нет. Потому что это студия на одного человека. Боже! И флаг у него. Ширый украинец у меня сын. Вот такие он себе взял бархатные шторы. Надо было тупо больше взять, конечно. Видишь, надо было померить, Влад. Нет, все помещается. Помещается? Так. Ну, подожди, зря ты делаешь. Надо сначала нанизать шторы. Значит, смотри, вот эта штука, потом ее можно будет потянуть. Ты потряешь? Нет, ты тянешь за нитки и оно присобирается. Видишь? Вот. Поэтому надо померить, какая у тебя тофь. Нет, это надо. Надо померить, какую тебе надо ширину на окно. И уже аккуратно, и уже исходя из этого будем делать сборку. Видишь? И вот так вот оно будет красиво собираться фальтами. Вот. И сейчас, когда мы уже растянем на все окно, мы тогда увидим, как нам задрапировать ее по ширине. Хочешь ты ее в сторону или хочешь, чтобы она все окно закрывала? Слушай, ну, достаточно плотные такие шторы, симпатичные, бордовые. Может, я могу их поменять, что там розовый и светло-розовый? Светло-розовый? Не надо. Или зеленый тоже. Зеленые? Ну, так точно такие же, только зеленые. у Владика уже включили отопление. И сколько у тебя здесь градусов? Там написано 19. 29, Влад! Очень даже тепло. У нас такая проблема, что передняя штанга не выдерживает тяжелые шторы. Но также тоже красиво, когда тяжелые шторы за тонкими. Либо можно тонкие вообще открыть. просто он хочет на ночь потом вот так вот задвигать и делать себе ночь. Вот. Понятное дело, что это не дизайн интерьер, квартира и так далее. Это жилье холостяка молодого парня. поэтому вот так вот это будет смотреться. И вот это еще окно нормально. Ну хорошо. Господи, посмотрите. Владик, ты хоть умеешь им пользоваться? Да? Алло? Надо вот это отрезать, поставить эту двойную. Боже, это еще такая старинная. Ну да. Можно отрезать, поставить двойную. Да-да. И тогда подключиться. Кто пользуется сейчас домашним телефоном? Если я плачу за него. Правильно? Но кто на него звонить будет? Да, давай. Что-то новое покупал? А мы с вами сейчас идем сквозь старинный центр Салатурна и пойдем на выставку осеннюю. Она открыта, да? Так как сейчас начинаются гонки свиней, да, Влад? Хрюшек. А Владик пойдет стричься. Уже зарос, как дед Мазай. Кстати, смотрите, здесь все время выставляют бесплатную еду для нуждающихся и можно сюда брать, что ты хочешь, и ложить пару монеток. То есть может взять любой человек. Вот. Абсолютно... Да ты что? Смотрите, какой паровозик. И мы сейчас на нем поедем на выставку. Хессо называется. Вау! Такой у нас паровозик. Владик, бороду тоже сегодня подстрижешь? Красивенько сделаешь. В отпуске был. Побреешь полностью? Или расчешешь красиво? Все сбреешь. Минус пять лет будет, да? Очень много мы сняли на выставке достижений народного хозяйства, можно так сказать, в Салатурне. И я выпущу завтра продолжение этого сюжета. Очень интересно. Поэтому кто не подписался на мой канал, может это сделать прямо сейчас. Будут очень прикольные гонки свиней, а также очень много разных интересных вещей, которые производят в Швейцарии. А сейчас я расскажу вам в двух словах про историю, которая случилась на работе у моего Влада. Он работает благотворительной организацией Хайлс Арме. Кстати, очень много приходит туда украинцев, и его уже все узнают, сына Деситки, его сотрудники думают, ничего себе, откуда они тебя все знают? У них на работе есть такая функция, что когда умирает какая-то бабушка, например, семья заказывает очистить квартиру. Вот, и сначала заходит семья, смотрит, что там можно взять на память, а потом они запускают эту фирму, и все остальное выгребает, освобождает эту квартиру. Конечно же, они берут только антикварные вещи, которые можно потом дальше перепродать, которые имеют какую-то ценность. Я буду параллельно делать яблочный пирог. Значит, и остальное они, к сожалению, выбрасывают, потому что места уже нет у них на складе. Ну, как вы видели, есть у меня отдельный сюжет про их магазин, очень классный, очень много всего и дорогих вещей, и антикварных. Вот, буквально неделю назад, перед тем, как он ушел в отпуск, они в такой квартире нашли 3000 франков. Что вы думаете, они сделали с этими деньгами, как вы бы поступили с этими деньгами? И об этом я расскажу в конце сюжета, а сейчас я расскажу один случай, который случился с его сотрудником, вместо которого он пришел на работу, так как сотрудника уволили. Была такая же ситуация, парень во время освобождения квартиры, уборки, нашел какой-то ножик, очень красивый, инкрустированный. и он решил, боже мой, кому он нужен, семье он уже не нужен, они забрали все самое ценное, то есть, никто не знает, что он там нашел, он взял его к себе в карман, короче, и никому не сказал, а их обычно два или три человека работают. Вот, значит, потом он дома уже посмотрел в интернете и понял, что этот нож, какой-то супер дорогой антикварный, в очень маленьких количеств в экземплярах был выпущен, ручной работы, короче, стоимость такого ножа где-то там, допустим, 1500 франков, и он разместил его на продажу на рекордом, это типа нашего OLX, ну, короче, такая платформа, где люди все продают, и буквально через неделю пришла к нему полиция, это был огромный скандал, потому что по совершенно какой-то случайности кто-то из семьи увидел этот нож и заявил в полицию, что этот нож принадлежал нашему родственнику, который недавно умер, мы его искали в квартире и не нашли, и теперь мы нашли его в объявлении, что кто-то продает, и у нас подозрение, что нашу бабушку кто-то обворовал перед ее смертью и украл значит этот нож, естественно, пришла полиция тут же выяснила по IP адресу кто этот нож продает, пришли к нему домой, выяснилось, что он работает в фирме Хайлс Арме, которая убирала, освобождала эту квартиру, и конечно же в контракте у них прописано, что категорически ничего нельзя брать себе, все, что они находят после того, как семья ушла, это все принадлежит их фирме, благотворительному обществу, это все идет на продажу, и потом это все деньги идут на благотворительные проекты, и он обязан был этот нож точно так же взять из этой квартиры и принести в эту фирму, конечно же, какая-то мебель, которую они там на выброс приготовили, и ты хочешь что-то взять, это другой момент, но брать что-то в карман, то, что ты нашел в квартире, это, конечно, очень все чревато, и его и выгнали, и еще и штраф у него был, так как полиция была задействована, и кто-то из членов семьи чуть ли не в суд на него подал за воровство и так далее, вот, ну и, как вы понимаете, на таких примерах никому даже в голову не пришло, найдены эти 3000 франков положить к себе в карман, присвоить и так далее, естественно, эти деньги они принесли и отдали шефу со своим напарником, вот такой вот нюанс, который Влад мне сегодня рассказал, и я сразу же прикинула, как бы у нас в стране на такую вот ситуацию бы отреагировали, я не думаю, что кто-то бы эти деньги кому-то возвращал, и самое интересное, что эти деньги уже не принадлежат семье, потому что у семьи был шанс все ценное забрать, и только после того, как они все перерыли, Влад говорит, иногда, боже мой, они все там банки-склянки открывают, и где только они не находят ценные вещи, где тут, это можно сказать, охотники за богатствами, где только не прячут пожилые люди свои сокровища, вот, не буду здесь, конечно, никому ничего рассказывать, но сам факт, да, что после того, как семья ушла, все, что в квартире найдено, подписывается специальный договор, что они вышли из семьи, забрали все ценные, все остальное они передают в собственность этой благотворительной организации, вот, ну, а куда уже благотворительная организация делает эти три тысячи, будем надеяться, что помогли каким-то нуждающимся, вот такая вот интересная история, ну, а я горжусь своим сыном, то, что он вырос здесь и впитал уже в себя такие вот ценности, да, честность и порядочность, уже предвижу ваши вопросы, почему же мой сын патриот Украины, который, я вообще в шоке была, откуда у него украинский флаг и такая милая подушечка, вот, он очень, он очень помогает украинским беженцам сейчас, и волонтерит, и очень много друзей у него в салатурне разных возрастов из Украины, помогает, чем может, несмотря на то, что не говорит по-украински, как и все в нашей семье, так как он уже уехал из Украины очень давно, 11 лет назад, он даже не получал паспорта украинского, и, а так как он является гражданином Швейцарии, то он обязан проходить военную службу в Швейцарии, об этом я сделаю отдельный сюжет, когда дойдет до этого дела. Мы поменяли кантон, его поставили на военный учет, но так как он учился, ему сделали, конечно же, отсрочку. Вот, ну а сейчас он ждет, по-моему, в январе или феврале у него следующий визит, где уже будет там медкомиссия, его распределять в какую-то часть. Сегодня спросила своего сына, а ты бы пошел защищать родину? И он сказал, если бы там была моя семья, то да, я буду защищать свою семью, там, где она находится. Напишите в комментариях, как бы вы распорядились. Ну а мы увидимся с вами уже завтра. В продолжении моего сюжета посетим с вами выставку достижений Швейцарии. Именно все товары, которые были сегодня нам представлены, сделаны в Швейцарии. Очень многие не знают и думают, что Швейцария ценится только банковскими вкладами, шоколадками и туризмом. Нет, в Швейцарии очень развитый дизайн, а также ноу-хау технологий, которые закупает весь мир на патентной основе. Была у меня такая мысль сделать сюжет все вещи, которые придумала, изобрела Швейцария. Если будет вам интересно, поставьте плюсик в комментарии, потому что, я так понимаю, в сфере последних событий такие сюжеты никому не интересны, где все мирно и спокойно, без каких-то выяснений отношений. Ну а мы увидимся с вами завтра в не менее интересном сюжете. Отличного всем дня, прекрасного настроения и до новых встреч! Ну а пока я с вами болтала, я сделала пирог яблочный невидимка. У меня есть уже рецепт на моем канале. Очень много яблок залито жидким-жидким таким вот тестом, куда входит только 70 грамм муки. Это все сейчас запечется, будет потрясающий легкий пирог. Ну а завтра приезжает Беат и я еще сделала вот такую вот классную шубу. Он обожает шубу, селедку под шубой.